Вторая раздала, взяли мультикортирую. Обратите внимание, у каждого на конверте вместо марки номер. Все увидели? Этот номер вам надо запомнить. И когда вы подойдете, мы завтра вам будем возвращать проверенные дневнички по номерам конверта. Прям номер подошли, сказали, номер заявления такой, мы вам выдадим конверт. Хотелось запомнить этот номер? У всех конверты? Все взяли в руки конверт. Вот он у нас так. Итак, взяли в руки конверт. И вот смотрите, сверху и снизу, пополам, вот так, посередке, между верхом и низом, посередке, все напишите свой псевдоним, имя и отчество. Вот так вот, прямо на середке, вот здесь вот напишите свой псевдоним, то есть девичью фамилию матери. Имя, имя, если есть отчество и отчество, имя и отчество. Вниматель, свое имя и отчество, фамилию матери, имя и отчество, конечно же свое. Как же мы к вам обращаться будем? Синдоним, имя и отчество, так? Подписать конверт. На конверте надо его подписать. Что? Конверта нет. Должны ли вы поговорить, Николай, не дайте, пожалуйста. Вам. Не довольны, с конвертом, не довольны, с конвертом. Ну, ну, у тебя, ну, сейчас. Многое, просто потом подойдете, вам поставят номер. И мне. И вас тоже? Ну, хорошо. Тоже так. Так, теперь дальше. Поставьте запятую, запятую, и напишите, сколько вам лет. Сколько вам лет. Запятую, сколько вам лет. Так. Поставили запятую, напишите, какой у вас вес в килограммах. Какой у вас вес в килограммах. Ну, примерно, примерно, я не требую, не требую. Много. Но если кто-то сомневается, напишите, меньше двухсот. Я уж так и быть, до вас буду спокоен. Я, кстати, недавно по телевизору видел в Америке, разобрали стену краном, из квартиры, из комнаты в больницу, забирали человека весом шестьсот килограмм. Представляете, то есть, это просто вообще какой-то... Абсолютно, ну, то есть, кран его оттуда в больницу забирали. Так, написали? Написали. А теперь в левом верхнем углу, в левом верхнем углу, все напишите, с какой проблемой вы сюда пришли. Видите? Ну, вы тогда вот так напишите. Либо в нижнем углу. Те, кто не понял, значит, ее нужно. Напишите проблему, с которой вы сюда пришли. Допустим, близорукость оба глаза, там, минус пять. Или дальнозоркость, плюс полтора. Или плоский глаз. Читаю, плюс три, да, плюс полтора. Или катаракля левого глаза. Косит правый глаз. Ну, все проблемы со зрением, которые у вас есть, напишите. Напишите. А стигматизм, скажем. Мужки в глазах, если есть, напишите. Мужки в глазах. Проблемы со зрением, которые у вас есть. Все напишите. Если несколько, то несколько проблем напишите. Так. А теперь вопрос к залу. Кто из присутствующих курит? Есть курящие? Поднимите руки, пожалуйста. Курильщики. Ни одного. Давайте похлопаем. Все будут сыграть. Вот я вам сейчас скажу. Если у вас дома есть курильщики, дома курильщики есть, то я вам советую в интернете, в русском интернете, наберите «Жданов, как бросить курить». Прямо такую фразу. «Жданов, как бросить курить». И там 20 минут записан ролик. Как я соратников курильщиков с курса, их человек 8 у меня, большой был курс. Человек 8, я их вывел на крылечко, а кто-то снял и в Ютуб поместил эту информацию. Что я им говорю, показано, как они этот дым жуют, как они кашляют, плачут, как им там плохо и так далее. И у меня по этой методике человек больше 3 дней ни один не выдерживает. На третий день уже рвота начинается на дым и потом уже все. Ну это уже на дым, чужой дым даже не переваривает. Поэтому обязательно пишите. И я вам советую обратить внимание на эту книжку. Вот тут вот две книжечки, у нас есть маленькие, но этим книжечкам цены нет. Первая книжечка называется «Зеркало для курильщика». Написал тот же Зайцев, он, я говорю, он врач, в общем, нарколог, но он психолог очень-очень. И в этой книжке, в этой книжке, он очень важную мысль, я сам хотел когда-то здесь такую книжку написать, но он ее написал. Все курильщики спрашивают, ходят, как бросить курить, как бросить, как бросить курить. Вопрос глупый. Как бросить курить, вопрос глупый. Лучше всего на него ответил кто? Марк Тверд. Бросить курить? Нет, ничего проще. Сто раз бросал. Сто раз бросал. Бросить курить, проблемы нет. Вопрос ставится так. Чего ради я должен отказаться от этого отравления? Вот когда человек осознает, ради чего он это делает, вот тогда уже выбросить эту пачку навсегда нет никаких проблем. И вот в этой книжке как раз и проводится вот эта мысль. То есть, чего ради ты должен отказаться от табака. Если ты это понял, все, в глотку он тебе уже не повезет. И вот вторая тоже книжечка написал наш соратник, кандидат химических наук, Иван Петрович Клименко, молодой парень, написал книгу «Горькая правда о пиве и табаке». Здесь потрясающая информация о пиве, я еще вам расскажу. И о том, что человек, если его заставить курить, что это прочитать, знаете, отношение как-то так вдруг резко начинает меняться к этому привычному его наркотику. Так, а сейчас, дорогие, вы возьмите все, что вы вчера написали, домашнее задание, анкету и дневник. Бланки остаются у вас на совсем, а вот то, что на отдельных кристочках писали, аккуратно сверните, положите в конверт. Языком работать не надо, заклеивать, потому что вам придется разрывать тогда эти ваши даты. Прямо так и пишите, Жданов, точка, Жданов, так без точки, «так бросить курить». Вот набираете эти слова, там несколько сот тысяч обращений к этому делу, я знаю, десятки тысячи людей, которые взяли вот так и попробовали, и это всегда с ним тоже не писали. Так, еще один момент заранее. Несколько человек сказали, что не выполнили домашнее задание. Считайте, что я наругал вас. Сегодня задание обязательно надо будет выполнить, но вы в перерыве сдайте пустые конверты. Сдайте Маргарите Николаевне пустые конверты, мы зарегистрируем хоть вас, что у вас за проблемы, с чем вы сюда к нам пришли. Понятно? То есть конверты сдаем все. Те, кто написал, пусть неправильно, с ошибкой ничего страшного нет. Мы учимся с вами. Вот те, кто не выполнил домашнее задание, сдадите во время перерыва пустые конверты. Сейчас у нас с вами будет перерыв. Перерыв будет, наверное, минут 5-6. Где-то рядом должен туалет быть. Как где туалет? Заткрыли, справа-слева, да? Значит, туалет там есть. Мужской женский? На лево женский, на право мужской. Давайте так, 5-6 минут после перерыва, внимание, после перерыва все встаем, все встаем возле своего места, можно выйти сюда в проход. Мы после перерыва с вами будем разучивать специальную гимнастику для улучшения мозгового кровообращения и для профилактики шейного остеохондроза. Понятно? Значит, мы после перерыва, стоя, разучивать будем гимнастику. Перерыв.